А, вы просто шнек сделали, вращающийся? Вот он стоит. Там привод. Вот его видно. Вот видите вал. Мэр Владислав Логинов проверяет, как дорожные службы подготовились к зимнему сезону. В этом году на борьбу со снегом готовы отправиться около 155 единиц техники. Это комбинированные дорожные машины, снегопогрузчики, грейдеры. Есть в автопарке и новинки. Специализированное автотранспортное предприятие закупило тракторы для уборки тротуаров. Почему тротуарка? Потому что у нас автомобилей для уборки дорожной сети хватает. А вот тротуарная техника, мы немножко испытали дефицит. В этом году их приобрели. И вот 9 штучек скоро вы увидите уже на улице. Механизивная уборка, она в разы быстрее, в разы эффективнее. И плюс огромный, можно работать независимо, там снег, мороз. Распределять противогололедные материалы в этом году будут 44 машины. В мэрии говорят, использовать готовится только песко-соляную смесь. Уже закупили около 3000 тонн. Никаких реагентов, никакого Бионорда или ХКНМ не будет. Мы сегодня не планируем использование Бионорда, но в любом случае будем ориентироваться только на те материалы, которые сегодня предусматриваны и федеральным законодательством, и согласованы соответствующих органов. Рецепт готовится заранее, рецепты проработаны. Вся технология отработана на этих комплексных комбинированных дорожных машинах. Свозить убранный с дорог снег будут на снегоотвалы. Но если осадков выпадет слишком много, к делу подключат снегоплавильные машины из Канады. Установка Трикан, так называется это чудо канадской техники, за один час способна переработать 135 тонн снега. Правда, до сих пор эти машины особо не были востребованы. Это канадская снегоплавильная машина. Таких в Красноярске две. Их привезли в 2021 году. Однако на дороге эта техника практически не выезжала. Дорожники говорят, всему виной малоснежные зимы. Хоть снегоплавильная машина канадского производства, большая часть автопарка дорожников – все же отечественная техника. 90% – это КАМАЗы. Поэтому трудностей с запчастями нет, говорят работники предприятия. Зато есть проблемы с кадрами. Людей не хватает. По словам Владислава Логинова, дефицит сотрудников возникает в том числе из-за строительства метро, куда тоже требуются специалисты. И теперь, чтобы привлечь работников в дорожную сферу, им обещают повысить зарплату. Виктория Потапенко, Анастасия Масленникова. Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова